Вело-1 Вело-1 Приехал я на парковку, на парковке Все практически Забито, машин много Машин, мне кажется, штук 100 Людей тоже много Выходной день, суббота И как по классике Все собрал, все подготовил Забыл К велику Крепление на камеру Короче Поэтому камеру нужно будет держать в руке Ветер сильный, ребят Не знаю, поэтому Может, конечно, шуметь И хотел Как бы Поставить камеру и не напрягаться Просто, чтобы она все снимала Но нет, буду вот так вот На вытянутой руке Снимать все 100 километров Посмотрим, что из этого выйдет Вот начало Старт Вело-1 И здесь раскопки идут Ну и, конечно, преимущественно здесь катят ребята на МТБшках Скорость медленная Вот, показываю по спидометру 15 километров в час Ну, 16 километров в час Ребята едут И таких людей много Я сейчас пойду потом быстрее Ну и, конечно, не будем забывать Что здесь много людей гуляет С собачками Много людей здесь бегают На велосипедах большая часть людей Потому что маршрут, конечно, у нас длинный Вот, я на аэрошоссере Я пойду быстрее Буду держать скорость километров 30 А, это я, хромостанция Пункт проката Это вот мы, наверное, здесь А, вот вы Пункт проката Ремонт Место отдыха Парк скульптур Еще одно место отдыха Еще место отдыха Еще место отдыха В Дубне 8 километров я проехал Уже от старта, по сути 7 мне такое показывает Дальше у нас 10 километров До следующего места отдыха Дальше 11 километров До Надмошья Дальше 18 Самый большой будет участок Вот этот, 18 километров Хороший такой будет Только что проехал Там были церковь, богательня Короче, достопримечательности какие-то Здесь вот этот мост Сразу же ребята стоят Фотографируются Рядом с мостом Кстати, где первый пункт проката Так, смотрим, что у нас здесь Так, достопримечательности Значит Дубно прямо Дмитров туда 3 километра Тройский храм Дмитровский кремль Никольские ворота Собор Успение Пресвятой Богородицы Короче, вот Каждая достопримечательность В районе полутора километров Кусочки такой Асфальтированной дороги Да, я все про пункт Первый пункт Проката Кофе, значит Кофе там из машины Никаких там Тебе кофейни Как серф кофе Нет Ничего такого Старбакс Даже Мак-кафе Нет Просто По классике Из аппарата Так, я не понимаю Здесь велодорожка Вот смотрите Ширина ее Они типа отгородили от автомобилей При этом здесь ширина дорожки метр А нам надо как-то разъезжаться Короче, вот это типа для автомобилей Но там не вариант разъехаться Здесь тоже велосипедисты Канятый я так же буду Первый пункт проката Там, значит Берем велики в прокат Если у вас нет велосипедов И там, прям за ним Есть парковка Я, честно говоря Не знаю, как туда проехать Природа, конечно, сумасшедшая Красота Посмотрите Да, вот чем кайф Вело один Но что-то не только трасса голая Это у вас река Люди купаются Вон Ребята там на лодке Вот тут Лесок на пикничке Ребята сидят Продолжение следует... Ребята там на лодке Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, в этом районе в прошлом году встретился олень. Олень в смысле животное. Выбежал прямо на дорогу, потом скакал. Красавчик такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 28 километров я проехал. Здесь еще один привал. Такая стояночка. Все оборудовано. Здесь люди сидят, кушают. Ну, уже поменьше людей. Сами понимаете, 30 километров. Особенно, опять же, тут большинство ездит на МТБ. Да, и здесь вот такой вот выход к воде. Можно, кстати, искупаться. Я здесь сделаю привал. Первый привал. Ну, то, чтобы покушать. Что у нас в меню сегодня? В меню у нас искусывало пирожки с курицей и томатом. Курица, томат и сыр. И протеиновый брауни. Так, где я? А я вот он, посередине. Приблизительно. Ну, даже ближе уже здесь, в дубне. Вот тут, посмотри, козел такой сидит. Ну что, погнали дальше. До следующего пункта 10 километров. Кстати, можно поменять уже стеклышки мои на очках. У меня сменные. Вот эти защищают от солнца яркого. Но уже сейчас вечерок и солнце за деревьями. Ребята, если вы опытные гонщики, вы сами знаете, вам советы не нужны никакие. А если только кто-то собирается сюда, я настоятельно рекомендую очки. Причем, это не обязательно солнцезащитные очки. Но это очки, которые будут защищать вас прежде всего от мошек и пыли. Потому что, видите, что у нас? Дорога вот такая, не асфальтированная. Если за кем-то едете, то всегда будет песок, ну, какой-то пыль. И мошкара летает периодически. В лес, кстати, если будете заходить сидеть, то обязательно от комаров и от москитов. Я сейчас пока чуток гулял там, минут пять кушал. Меня комарики покусали. Ноги чешутся. Так, еще одно царское место, смотрим. Ай, ну вот это вот самая крутая часть маршрута, когда вы доезжаете, 43 километра вам надо проехать. Кстати, я говорил Дубна, да, правильно, Дубна, по-моему. Ну, сорян, я не местный, поэтому, если среди вас есть жители Дубны, извиняйте меня за мою ошибку. Кстати, как называют жителей Дубны? Вот и интересно, Москва, москвичи, Дубна, дубники, дубинки. Ребята, извините, ну, просто интересно, скажите, напишите. Посмотрите, какая красота, а? Это просто волшебный мост. Те, кто сделал этот мост, волшебники. Сказка. Просто сказка. Вот это надо делать. Вот, блин. Гайс, круто. Очень круто. И рядом колючая проволока, тоже неплохо. Чтоб с моста не перепрыгнули вдруг, если решите уйти с такой красоты. А вот это класс. Парень едет. У меня такой драфтинг. Он мне режет воздух. И я, короче, за ним приклеился. Он перед садом уйдет. 30 километров в час. И класс. А вот это шлюз. И переправа. Хотя, не шлюз, просто паромная переправа Мольдина. То есть, если вдруг вы устали, вечер там, ну, не знаю, проехали, это вот почти полтинник. И здесь дальше электричка. Вот. Здесь дальше электричка. Переправились на пароме. И на электричке можно обратно к Яхраме. И вот красавчики. По вот этому каналу идут круизные лайнеры. Они в сторону речного вокзала. С речного вокзала здесь много маршрутов. В сторону Углича, Мышкина туда. Дальше до Ладоги. Разные. На несколько дней. На неделю. Короче, если вам интересно, вот еще один. Кстати, уже здесь, вот возле Дубных, вот прям подъезжаю. 55 километров, 55, 800, 56. Ребята рыбачат, стоят палатки, то есть здесь остаются с кемпингом. Дальше. Дальше нет. Дальше нет. Короче, переправа или обратно, да? Да, всё. Вот. А не будут строить потом дальше? Не знаете? надо велосипед взять будет интересно спасибо но все уже до тверской области вот до котел конаковский район короче дальше вдоль речки уже все вдоль канала точнее уже прерывается маршрут и в паром или обратно пятьдесят пять восемьсот а здесь у меня пятьдесят шесть здесь точнее уже здесь все время он работает 56 километров объект охраняется шлюзы это у нас это баржа кран москал сити строит лодка там спасательная маленькая отсюда видно вот это вот у нас значит паром сейчас он вот так вот и сюда на велике мне кажется рублей 50 стоит переправиться кейс батарейками для экшн камеры как давно последний раз вы обгоняли круизный лайнер вот и я не помню сейчас вдалеке там летают воздушные шары камера не возьмет так далеко красота сейчас как раз закат время 8.30 и в небе штук 20 воздушных шаров в районе как раз яхтам и очень круто воздушные шары круизные лайнеры закат 8-10 ну и последний у меня привал на обратном пути проехал я три четвертых восемьдесят четыре километра так уже хочется чтобы сюда побыстрее закончилась но сейчас вот ножки у меня чувствует обратно катил вот он я уже до 5 снова снова здесь вот это мне еще осталось последний раз кушаю сейчас у меня осталось шаур мушечка с курочкой и кстати полная бутылка воды было две я взял себе бутыля по 750 то есть у меня полтора литра воды на весь маршрут вот этот кстати нужно было брать наверно какие-то изотоники фигоники у меня просто один этот энергетический гель был но их надо было брать наверно 33 штуки тут прям перла просто сейчас я уже так подустал уже хочется пивасика киношечку суббота проезжал ребята некоторые конечно с ну с чем они еще с напитками вы сами понимаете что они компот они пьют там ну сейчас класс конечно здесь да вот у меня получается два бутыля вот эти вот это моя новая сумочка и доволен кстати на мою вот эту вот и раму и руль вот этот не все подходят потому что не все цепляются нужно специальную находить такую чтобы сюда зацепилась потому что здесь толстая она мы вот эта сумка у меня естественно там камера купил я маленький маленький вообще такой насосик я сегодня до семерки накачал колесо хочу 7 атмосфер я накачал малюсеньким вот вот он влазит вот сюда вот такой вот и что самое важное там показывает еще и сколько у меня давление какое пожалуйста вообще бомба и вот эти штучки кстати вот мелочь а приятно вот эти карабин щеки они всегда на них чудо прицепил он болтается у тебя там сзади и приеду я наверно уже стемнеет ну к машине приеду на парковку а там бы я щас быть чаёчку как выпил бы под конец заездника он бы мне как сил придал мощь и погнал бы финальный отрезочек но к сожалению закроется а а а а а